This conference will now be recorded. И сразу яблю три опорные точки, три важных момента, вокруг которых будет крутиться мой сегодняшний рассказ. Первая штука, которую прямо с самого начала хочу вам показать, и потом я еще раз про нее расскажу, это вот этот промокод, который дает нам колоссальную скидку и действует только для вас. Слайд имеет, правда, ряд незначительных оговорок, но вам они не помешают воспользоваться этим замечательным преимуществом. Пока вы разглядываете, чтобы вы могли разглядеть этот слайд как следует, я его оставлю. Это первый важный момент. Второй важный момент. Меня очень просили не забыть донести до вас важную вещь. В отличие от остальных учебных центров, в специалисте есть служба трудоустройства. То есть специалист не просто вас учит, а еще и устраивает потом на работу. Это важный момент. Конечно, в области IT работу найти вроде как несложно, но всегда как-то спокойнее, когда кто-то в этом помогает, когда есть какая-то уверенность. И в специалисте вы не просто отучились и все дальше давайте сами. Нет, специалист помогает вам трудоустроиться. И это серьезное преимущество. Подумайте об этом. Ну а третий важный момент, он займет большую часть моего оставшегося рассказа. Это, собственно, Data Science. Сейчас я расскажу про эту тему. Предполагается, что вы посетители этого вебинара, в этой теме пока не участвуете, Data Science пока не занимаетесь и выбираете для себя подходящие курсы или подходящую целую дипломную программу. А я помогу вам составить впечатление об этой профессии, что это вообще такое, зачем это нужно и почему надо этому учиться. Кстати, у вас есть чатик, вы можете задавать вопросы. И этот чатик у меня перед глазами, я его вижу и буду стараться оперативно отвечать. Да, и Дамир не заставил себя ждать. Этот вопрос задают на каждом вебинаре. Будет ли запись? Ну, конечно, будет запись, да. Всегда у нас есть запись, разумеется. Алексей спрашивает, а что насчет санкций? Не попадет ли эта деятельность под санкции? Нет, это как математика или как программирование. Математика не может ведь попасть под санкции, да? Таких санкций еще не придумано, к счастью. Так, ну теперь переходим к важному моменту. Итак, помимо скидки и наличия трудоустройства, вот третий важный момент, который я бы хотел, чтобы вы запомнили после нашего вебинара, это то, зачем нужно вообще изучать Data Science. Вы, наверное, оцениваете для себя сейчас Data Science как свою будущую специальность. Подойдет вам эта специальность? Стоит ли этим заниматься или не стоит? Я предлагаю вам неожиданно посмотреть на Data Science немножко с другой стороны, не как на специальность. Да, вот остальные все курсы, которые у нас есть, ну почти все курсы, они предполагают какую-то работу по этой специальности. Например, отучились вы на программиста на Яве и будете потом, наверное, программировать и зарабатывать этим деньги. Да, отучились вы там какому-нибудь автокаду и будете потом в этом автокаде чертить и зарабатывать. Да, то же самое можно сказать про Data Science, но сейчас самое время посмотреть по-другому на это явление. Уже некоторое время назад, ну, наверное, несколько лет стало понятно, ну, по крайней мере, для айтишников совершенно стало очевидно, что Data Science – это вторая грамотность. То есть это не какая-то там профессия, дополнительная специальность, это именно вторая грамотность. Вот примерно как компьютерная грамотность, как базовые навыки пользования компьютером. Вы же не считаете это специальностью какой-то, да? Это просто, ну, навык, без которого в современном обществе жить как-то странно, да? И, наверное, вы смотрите вот сверху вниз на людей, которые не обладают компьютерной грамотностью или вообще какими-то странными фриками их считаете. Вот так же скоро будет с Data Science. Data Science – это теперь это вторая грамотность. И даже если вы не инженер, даже если вы не занимаетесь IT, и вообще ваша работа, если не связана даже с программированием, с разработкой софта, с анализом данных, все равно Data Science сейчас вышел на такой уровень, когда, ну, это как умение владеть каким-нибудь там офисным пакетом программ. Это некоторое время назад было очевидно для специалистов, а теперь это стало очевидно уже практически для всех. Сейчас что изменилось? В последний год стало понятно, что будет следующей большой вещью. Вот еще год назад на этот счет не было стопроцентной уверенности. Год назад еще обсуждали, то ли метавселенная будет, то ли какая-то дополненная реальность, то ли еще там что-то такое. Искали все какую-то вот большую вещь, в которую все будут складываться, которая всех задвинет, и все остальные темы покажутся несущественными по нее. Вот как некоторое время назад такой большой вещью стали смартфоны, и эти смартфоны вообще все перевернули, всю нашу жизнь. И вот год-два назад еще всерьез все обсуждали, а может быть это будет какая-то дополненная реальность, типа будем в очках виртуальной реальности на все смотреть, там будут какие-то наложенные слои интересные. Или может быть это будет метавселенная, как новый интерфейс, или как новая платформа для разработки софта и предоставления цифровых услуг. Или может быть это еще там что-то будет такое. Даже электросамокаты предлагали на роль такой большой вещи. Но год назад внезапно стало очевидно для всех, что следующей большой вещью будут генеративные нейросети. Ну, как ЧАК-ГПТ. И вот эти генеративные нейросети, они все будет перестроено под них теперь. Все. Они будут использоваться как костыль в любой профессии, в любой деятельности. Ну, вот как сейчас компьютеры, как сейчас смартфоны, они же используются не именно в инженерном деле, не именно в IT, а везде. В любой профессии нужен смартфон, в любой профессии нужен компьютер. И вот этот генеративный искусственный интеллект, ярким примером которого является ЧАК-ГПТ, вот это будет тоже такая большая вещь, фиксинг, которая проникнет во все профессии и станет, ну, наверное, обязательным навыком к использованию. И вот эта вещь, это про Data Science, это одно из проявлений Data Science, поэтому изучать Data Science нужно не только для того, чтобы приобрести новую специальность, хотя это тоже здорово, а просто, ну, потому что это надо изучать, потому что вот оно вокруг нас сейчас происходит, чтобы не остаться, ну, как неграмотным. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Ну, а если вы собираетесь, если вы присматриваете Data Science как профессии, то это тоже хорошая идея, потому что сейчас, когда всем стало понятно, что вот это следующая большая вещь, Data Science, туда потекли капиталы. И пока вы меня слушаете, вы можете сейчас нагуглить, посмотрите, что случилось с акциями компании NVIDIA в последнее время, прям вот за самый последний период. Вы легко найдете графики, информацию, посмотрите, куда побежал крупный капитал, куда теперь все вкладываются. Все поняли, что генеративный искусственный интеллект будет теперь везде, вообще везде. А работает он на аппаратных ускорителях, в том числе от NVIDIA, и раз везде он понадобится, в это надо вкладывать деньги. Капитал туда уже побежал. Ну, и нам тоже надо бежать, если вы еще не бежите, то пора уже бежать вот в эту область. Да, Илон, вижу ваш вопрос, сейчас я расскажу. Ну, а чтобы вам было что посмотреть, пока я рассказываю, посмотрите на нашем сайте страничку, посвященную Data Science. Вот я в общий чатик кидаю ссылочку, вот она. Чуть ниже, вот до сюда, вот если вы долистаете, где расписание по курсам. Вот это, обратите внимание, наши дипломные программы. Дипломная программа – это набор курсов, которые осмысленно построены специально под получение специальности. Специальности, востребованные рынком, специальности, на которую вы сразу после окончания обучения сможете устроиться и сразу по этой специальности сможете начать работать. Различаются эти дипломные программы двумя вещами. Во-первых, степенью погружения, ну, там, количество курсов, степенью глубины изучения. И специализации, как сейчас можно стало говорить, карьерной траектории. Покликайте пока по ссылочкам, я сейчас чуть позже тоже это проделаю и прокомментирую каждую дипломную программу и основные курсы. А пока Илона спрашивает, а как насчет эйджизма? Вот эта проблема, о которой вы говорите, она характерна только для России. Это у нас такая традиция, что если человек после 30 лет едет на трамвае, то на него смотрит как на неудачника. Или если он после 30 лет до сих пор продолжает сам программировать или руками настраивать сервера, на него смотрит как на неудачника. Типа, чего же ты не ушел в бизнес, чего же ты не ушел в управление проектами. Это чисто наша такая традиция, которая все меньше и меньше я наблюдаю ее проявлений вокруг, а в других странах такого вообще нет. Так что на этот счет не переживайте. Россия страна возможностей и раньше так было и в будущем так будет. У нас гораздо больше возможностей для самореализации, чем в Европе и в Штатах. В Европе и в Штатах могут быть выше зарплаты. Но в России вы можете спокойно выбирать себе профессию, независимо от вашего базового образования. И когда вы придете устраиваться на работу, вас не будут мучить по поводу сертификатов и так далее, как на Западе. Все решает собеседование, тестовое задание. Так что вы можете не обращать на это внимания. Приходите к нам учиться. Ну как, посмотрели на наши дипломные программы? Напоминаю, вы можете писать вопросики в чатик. Чатик я вижу. Давайте я сначала расскажу. Data Science сама по себе вот эта дисциплина. Это смесь двух направлений математика и программирование. И если вы хотите заниматься Data Science профессионально, то, конечно, придется вам иметь дело и с математикой, и с программированием. Это, с одной стороны, сразу может напугать, потому что математика очень сложно. Все математику изучали в школе, в ВУЗе, и вы помните, как там все непросто. И программирование тоже. Современное программирование – это очень объемная отрасль. Столько языков, столько технологий. И как это все можно в одной голове уместить. Но есть и хорошая новость. Чтобы просто войти в эту профессию Data Scientist, вам не обязательно глубоко погружаться и даже не обязательно любить математику и программирование. Потому что, во-первых, для начала работы в этой области вам достаточно использовать те алгоритмы математические, которые уже придуманы до вас. И вообще большую часть времени Data Scientist, он же не изобретает что-то математически новое, какие-то новые математические алгоритмы. Он просто использует уже существующие. И что касается программирования тоже. Для того, чтобы именно начать работать в этой специальности, не обязательно быть классным программистом. Да, программировать придется, но Data Scientist, он, как правило, пишет все время одну и ту же программу с небольшими вариациями. То есть ему не нужно использовать сложные какие-то программные абстракции, сложные вот эти вот навороты, которые есть в современных языках программирования. Потому что обычно большую часть времени Data Scientist работает с данными, с табличками, приводит данные из одного формата в другой. Такие операции не требуют каких-то там прям сложных абстрактных конструкций. Набор именно программных инструментов, которые вам нужны будут каждый день, он небольшой. К тому же все это уже реализовано в виде готовых библиотек. То есть вам не придется много программировать самостоятельно. Вы будете в основном использовать готовые библиотеки, готовые функции. И вот эти вот известные нейросети – это программы небольшого размера. Они сами по себе, как программы, очень маленькие. Просто данных они используют очень много, но сам программный код очень маленький. Поэтому, если вы опасаетесь глубокого погружения в математику или в программирование, не опасайтесь, порог вхождения в эту специальность не очень высокий. И вам не обязательно сразу глубоко в это погружаться. Можете начать работать Data Scientist, а потом уже в процессе работы выбрать для себя какую-то подходящую специализацию. Будете ли вы дальше углубляться в математику или в программирование, или в какую-то еще другую траекторию по анализу данных. Игорь спрашивает, как по-русски называется эта специальность? К сожалению, русского названия хорошего нет. Аналитик данных – это слишком общий термин, который включает в себя и разработку отчетов, и корпоративную бизнес-аналитику, и Data Science тоже. Ученый по данным, если дословно переводить, ну, этот термин, он хорошо отражает смысл профессии, но использовать его как-то неудобно, потому что все время приходится тоже уточнять, как в случае с аналитиком данных. Вот если вы представитесь, я аналитик данных, к вам сразу возникнут уточняющие вопросы. И вот с Data Science тоже. Точнее, чем слово Data Science, ничего выдумать не смогли, поэтому все так и говорят. Data Scientist. Ну, или Data Sataniст. Да, вот вижу, речь зашла о языках программирования и о программах. Если вас интересуют именно языки программирования, то ответ такой. Вам нужно уметь читать, ну, а лучше и писать хотя бы на двух языках. Это язык R и язык Python. R вам нужен, потому что вся классическая статистика, все классические прогнозные модели, алгоритмы, все они реализованы на языке R, и люди давно-давно-давно этим пользуются. Вот на этом языке вы будете встречать вокруг себя постоянно в интернетах, в книжках, в учебниках. И вся классика на R реализована. Если есть какой-то статистический алгоритм, придуманный человечеством, наверняка он в какой-то библиотеке на R имеется. Но самые новые вещи в области Data Science, они пишутся на Python. Они сначала возникают на Python, а потом уже по другим языкам как-то расходятся. Так что Python тоже нужно знать. Но если вы хотите глубже и шире в этой профессии освоиться, то вам надо иметь в виду следующие две вещи. Во-первых, сам Data Science, сама наука, сама эта профессия, она вам конкретного языка не навязывает. Вы можете любым языком, в принципе, пользоваться. И для задач Data Science есть хорошие библиотеки и на Яве, и на C Sharp, и на всех популярных универсальных языках. Или в то же время есть, с другой стороны, языки, более специализированные даже, чем R и Python, специально ориентированные на наушные вычисления. Например, из-за Julia. Так что выбор языка – это вопрос второстепенный. Обязательно, конечно, надо уметь читать код на этих двух языках. Ну и желательно писать. Ну а я вас предупредил, сложных программных конструкций вам писать не придется. В основном вы будете делать простые первые. Вот первый аспект. А второй аспект заключается в том, что если вы собираетесь профессионально работать в области аналитики, не только в области Data Science, а вообще все аналитики данных, то вообще-то языков вам надо знать много. Ну давайте посчитаем вместе. Во-первых, язык формулы Excel. Запишем это отдельным языком. Почему? Ну потому что Excel вокруг нас все время крутится, и часто вы исходные данные в Excel видите, часто заказчик хочет результат видеть в Excel. Так что от Excel отвертеться не удастся. А современный Excel – это не только язык именно формул Excel. Это язык M, механизм Power Query. Он используется, когда вы в Excel данные загружаете. Язык DAX, который используется внутри Excel для аналитики, или внутри Power BI, именно для построения аналитических моделей. И это все только Excel. Ну и вообще-то старый древний код на VBA вам будет попадаться наверняка. Тоже неплохо бы с ним как-то познакомиться. А постепенно, пока вот это все мигрирует в облако, может быть, правда тут уже непонятно, как с санкциями все сложится. Power FX к этому тоже присмотритесь. И это только лишь Excel. С другой стороны, вы же будете работать с разными источниками данных. Конечно, вам надо знать язык SQL. Это вообще самый базовый навык для аналитика. И курс по анализу данных на SQL, он самый главный в вашей карьере. Потому что он настраивает мышление на правильный лад, в правильном направлении. И после освоения этого языка вы получаете возможность хотя бы просто полноценно работать с базами данных. Значит, сколько у нас уже получилось? Ну давайте основные считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, R-Pitton, семь уже получилось. Ну и, конечно же, любому аналитику нужно знать еще в дополнение какой-то любимый язык программирования, на котором вы будете программировать дома, когда приходите с работы. На работе программируете для работы, вот этим всем. А дома, программист же дома не отдыхает, он программирует, но программирует то, что ему нравится, и на своем любимом языке. Так что вот еще какой-то восьмой язык, и это необходимый самый минимум. Алексей, что касается Swift, Sisi++, это все универсальные языки программирования. На них можно что угодно делать, в том числе Data Science, но они не для этого, они для разработки приложений все-таки хорошо подходят. А именно задачи аналитические лучше решать на специализированном для этого языках. Ну и потом вы же будете работать не в вакууме, а в какой-то команде, в каком-то проекте, и там вокруг вас будут другие аналитики, с которыми вам придется стыковаться. И напоминаю, это не страшно все, потому что сложные абстрактные конструкции вам писать на этих языках не придется. Еще Алексей спрашивает про LibreOffice. Ну вот тут проблема. Excel на самом деле нечем заменить. У Excel нету аналогов никаких. И это вот самый-самый такой страшный для аналитика вызов в плане импортозамещения. Чем импортозаместить Excel, пока вообще непонятно. Настолько Excel уникальная, сложная и такая многофункциональная программа. Ну просто пока нечем заменить. Пока с Excel будем работать. Тогда придумаем, на что это заменить тогда. Так, задавайте еще вопросы. Какие знания требуются гуманитариям? Мария, наши дипломные программы составлены как раз так, что вы можете сразу начать учиться. Специальных каких-то подготовительных знаний не требуется. У нас есть курс, называется «Основа программирования и баз данных». Вот это курс для гуманитариев. Посмотрите, у нас на сайте он называется «Опрок». Просто в строке поиска введите «Опрок» и сразу найдете. Вот это курс как раз для знакомства с любой айтишной профессией, с любой разработкой, с любой аналитикой. Вот с него можно начать, если вас вообще это все пугает, это все незнакомо вам. Самый главный навык, после которого вы поймете, аналитик это в принципе для вас или нет, это вот этот язык SQL, анализ данных на SQL. Обратите внимание на этот курс. После него вы сразу поймете, вы сможете этим заниматься или не сможете. Давайте я этот курс поподробнее вам покажу. Он у нас тут прям где-то аплодин. Вот этот вот курс трехдневный. Ссылочку кидаю в чат. А вот с него начинается любая аналитика. Это базовые навыки для анализа табличных данных. И этот курс, он у нас входит почти во все дипломные программы, которые имеют отношение к аналитике. Так что мимо него вы не пройдете. Продолжайте задавать вопросы. Спасибо. Да, Константин, вот так примерно все и страдают. Заменяют Excel на 10 других программ. Потому что настолько эта штука многофункциональная, что заменить реально просто нечем. И приходится подбирать комплекс из 5-10 разных программ. Чтобы только приблизиться к функциональности, которая есть в одном Excel. Так что с Excel, да, Microsoft здорово придумал. И нам теперь вот не просто будет без него ходиться. Спасибо. Так, эти дипломные программы, возвращаясь к ним, отличаются длительностью и, что означает степень погружения в предмет, и направлением траектории. Если вы уже сразу поняли, что вас интересуют именно современные нейросети, то обратите внимание на специальную дипломную программу, в названии которой есть нейронные сети. Если вы уже выбрали именно Python, и вам нравится программировать, все равно, что программировать лишь бы на Python. Ну, или просто вы переживаете, что сложно будет найти работу, а Python вроде как везде используется, везде нужен. И если вы просто умеете на Python программировать, то вы можете уже писать и какие-то там веб-приложения, и какие-то конвейеры для аналитической обработки данных. выбирайте дипломную программу, в названии которой есть Python. А вот эти три дипломные программы, аналитик данных, инженер больших данных, специалист в Data Science, их можно приложить к любому бизнесу, к любой аналитике. Сергей, да, так я же начал с того, что эра Python, видите, я же специально с этого начал. Да, вот это самое главное. То, что вам обязательно надо уметь читать. Константин, ну это вы спрашиваете про конкретные инструменты. Им-то есть аналоги, их-то можно вместить. Это не так страшно. Visual Studio – это же просто среда разработки. Виктор, да, если вы уже знаете Excel и SQL, это уже здорово. Самое сложное, значит, уже позади. Следующий вызов Power BI, ну или можно так сказать современный Excel. Только когда вы будете выбирать курсы по Python, обратите внимание, что это немножко разные вещи. Изучать язык программирования и изучать само программирование. Само программирование какое-то там глубокое вам в профессии аналитика данных, скорее всего, не понадобится. Потому что вы будете на Python просто использовать готовые функции и, скорее всего, вы будете писать всю жизнь одну и ту же программу. Поэтому большую часть возможностей языка Python вы не будете просто использовать. Вы будете использовать простые циклы, простые операции с таблицами, простые вызовы функций, ну, такие простые вещи, которые имеют смысл для работы с базами, с табличными данными. Так, ну что, кто-нибудь воспользовался моим советом, загуглил график акций стоимости акций NVIDIA? Возвращаясь к трем опорным точкам. Data science – это новая грамотность, вторая грамотность, дополнительная грамотность. И надо ее изучать, эту самую науку о данных, не только ради приобретения новой профессии, а просто чтобы не отстать от жизни. Потому что насчет следующей большой вещи человечество в 2023 году определилось наконец. Это будут генеративные нейросети. И они, как смартфоны, как компьютеры, будут пронизывать все вокруг. И лучше уметь этим пользоваться и представлять, как это работает, чем не уметь, не представлять, как работает компьютер. Во-вторых, в нашем учебном центре имеется центр трудоустройства. Мы не только учим, мы еще трудоустраиваем. Это может быть вам интересно. И в-третьих, третья опорная точка – это промокод, с которого я начал свой рассказ. Пожалуйста, его запишите и воспользуйтесь этим. Ну что, какие у вас еще остались вопросы? Спрашивайте. Я пока напишу в чате свой адрес. Если у вас вопросы будут возникать когда-нибудь потом, позже, не стесняйтесь, пишите. На все вопросы отвечу. Молчите, вопросы закончились. Ну что, тогда благодарю вас за внимание и увидимся на наших курсах. Продолжение следует...